Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам священного писания. И сегодня мы рассмотрим такой вопрос. Если Христос – Бог, то для чего Он упрекнул юношу, назвавшего Его Христа благим. И мы прочитаем Евангелие от Матфея, 19 глава, 16-17 стих. И вот некто, подойдя, сказал ему, учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же, то есть Христос, сказал ему, что ты называешь меня благим, никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Действительно, единый, кто благ в таком абсолютном понимании этого слова, то есть источник всех благословений – это Бог. И Псалом 24, 8 стих, здесь сказано «Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь». Итак, благ – это, значит, источник всех благословений в таком абсолютном смысле. И святитель Иоанн Златоуст по этому поводу писал. Итак, когда он, Христос, сказал «Никто не благ», то этим не хотел показать, что он сам не благ. Да не будет этого, ведь он не сказал, почему ты называешь меня благим. «Я не благ, но никто не благ», то есть никто из людей. Впрочем, он, Христос, этими словами не лишает благости и людей, но только отличает последнюю, то есть человеческую благость, от благости Божьей, почему и присвокупляет, как только один Бог. Таким образом, проблема этого юноши заключалась в том, что он проявляет некую двойственность. «Назвав Христа учителем, он не назвал его Господом, но добавил благий. И Христос, выговаривая ему, как бы говорил, если ты меня назвал благим, назови Господом, а если ты считаешь меня только человеческим учителем, не называй благим». Двойственность, она опасна тем, что человек, как бы, стремится к Богу, но все время озирается назад. И в Писании сказано, неблагонадежен для Царствия Божия тот, кто, взявшись за плуг, озирается назад. Точно так же сказано, нельзя служить Богу и мамоне, то есть Богу и богатству. И вот этот юноша, он был слишком привязан к этому своему богатству, поэтому даже собеседуя с источником жизни, со Христом, о котором он догадывался, что это не просто человек, это Бог под видом человека, он в то же время все время озирался на то богатство, которое он имел, и это препятствовало ему стать учеником Христа. Это серьезная проблема, потому что все, что может оказаться между нами и Богом, это некий идол, который заслоняет собою величие Бога и отвлекает наше внимание от самого главного. А в Писании сказано, взирайте на начальника и совершителя жизни. И мы помним, когда апостол Петр взирал на Христа, он даже мог идти по воде, но когда он стал смотреть на волны, увидел облака, тучи, гром, молнии, отвлекся, он сразу стал утопать. Это хороший урок для нас всех. Друзья, подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о наших беседах, и берегите себя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!